Слушания по проекту правил землепользования и застройки на протяжении нескольких месяцев были едва ли не самой актуальной темой в жизни горожан. О непростой ситуации, в которой оказались жители муниципального образования Лахта Ольгина, смотрите наш специальный репортаж. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. В сентябре в Красном зале администрации Приморского района проходили слушания по проекту правил землепользования и застройки. Наряду с традиционными вопросами жители поселков Лахта и Ольгина подняли новую для города проблему – проблема слома частных домов. Реакция людей, чьи деды и прадеды жили на этой земле, вполне понятна любому человеку. 16 сентября наши жители посетили общественное слушание по проекту землепользования. И с ужасом узнали, что посреди нашего поселка пойдет магистраль номер 32. И прямо посередине Лахты делается огромный магистраль, то есть это фактически от Лахты остаются крошкины ножки, можно сказать. Это во-первых. Во-вторых, надо же считаться с интересами жильцов. Я выступал на общественных слушаниях. Мы высказали точку зрения депутатов, высказали точку зрения жителей поселка Лахтольгина. Просьба, чтобы у нас не было магистрали здесь, чтобы был внутриквартальный проезд 32. Ответили, к сожалению, я думаю, что ответ нас недовлетворил. Проектировщики решили провести магистраль внутри поселков, но при этом придется снести больше 20 домов и изъять у жителей приватизированные земельные участки. Есть иной путь решения проблемы, который предложен муниципальным советом и жителям поселков. Узкое горло на сегодняшний день для всего Санкт-Петербурга, выезжающего по прибрежной трассе, заключается вот в этом горлышке всего на все выгодится. Почему бы не сделать здесь Приморский и Лахтинский проспекты сегодня соединяющиеся, почему бы здесь не сделать восьмиполосное движение? Это позволяет сегодня с переносом КПГИ к кольцевой дороге расширить здесь мост и, пожалуйста, вот оно узкое горло кончается. Наши предложения, вот они альтернативы, альтернативы организации дорожного движения вот по этой территории с исключением 32-й магистрали. Таким образом, если использовать нежилую зону и организовать там многополосное движение, то становится очевидной ненужность той части дороги, которая разрезает поселок. И еще, если дорога пройдет через поселок, потребуются огромные затраты на компенсацию стоимости домов и земельных участков и создание инфраструктуры этой части поселка. Подземные переходы, светофоры, шумовые экраны, обеспечение безопасностью людей – все это выльется государству в копеечку. Считали ли городские власти финансовые издержки такого решения и готовы ли они принять на себя социальный взрыв, который можно прогнозировать уже сейчас? Ведь совершенно понятно, что люди, живущие здесь в нескольких поколениях, спокойно и добровольно не расстанутся с этой землей. Никто ничего не говорит, никто ничего не знает, пока я ничего не знаю. Вы согласитесь переехать куда-нибудь, если вам предложено? Что вы будете делать? Ну, не знаю. Квартиру я точно не хочу ехать. У меня земля, у меня участок, у меня там картошка. Вы давно здесь живете? С рождения. Здесь мы вот живем с 1957 года, дом построили. Здесь родилась моя дочка, фотографии есть. Здесь родился мой второй сын, дучка. В городе, конечно, очень тяжело будет. Там спускаться с 20 этажа, куда-то пойти погулять. Здесь всех я знаю, соседи все знакомы. Здесь такая аура. Бабушка, скажи, что-нибудь. Вот стали писать письма председателю этой комиссии. Но пока ответов нету. Все отвозили их практически сами. И бабушки, и дедушки. Все ездили туда специально, чтобы отдать эти письма. Ну, вот все теперь ждем ответа. Будем писать письма на Валентину Ивановну, значит, адрес Валентины Ивановны. Я думаю, власть города должна услышать жителей поселка Лахтопы. Субтитры создавал DimaTorzok